Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, братья и сестры, мы молитвенно чествовали преподобного Серафима Саровского, нашего русского святого. Серафим Саровский узнаваем, его ни с кем не спутаешь на иконе. Мы сразу узнаем, это он, добрый старец Серафим. Он родился в 1759 году, 18 век. Прожил он 72 года. И за эти годы он очень многое сумел сделать, совершить, вернее сказать. В семь лет он упал из колокольни, и Господь его сохранил. Конечно, в жизни человека ничего не бывает случайно. Если волос с головы человека не падает случайно, все волосы на голове человека изочтены, суть, говорит нам Господь. А сейчас задайтесь вопросом, если волосы изочтены на голове человека, то тем более, когда идет речь о каких-то очень важных событиях его жизни, ничего не бывает случайным. И даже те, которые говорят, ну, вы знаете, случайно. Один из богословов сказал, случай – это псевдоним Бога. В том смысле, что рано или поздно Господь откроет свое имя любителям случаев. За всем стоит Бог. И вот Прохор, так звали тогда Серафима, Машнин, от слова «машна», потому что он купец был, из купеческого богатого рода. Но рано он лишился своего отца, кормильца, в пять лет от роду. Мать воспитывала. Воспитала хорошо, в благочестии и чистоте. И он от юности вожжелал послужить Богу, посвятить свою жизнь Богу. Отправился он в Киев на поклонение. Там преподобная Досифея, которая скрывалась под мужским именем, благословила его идти в Саров. Он направил туда свои стопы. Там был послушником, трудился на разных послушаниях, ни от какого послушания не отказывался. Все терпеливо совершал, хотя в каком-то смысле, можно сказать, был таким, знаете, разбалованным ребенком. Но не в том смысле, что его кто-то баловал, но в том смысле, что у него были все возможности. Все-таки купеческое дитя было. Но, тем не менее, он был очень аскетичных настроений и аскетичной жизни. Потому что у нас аскетичные настроения иногда просыпаются, но, правда, это дальше никуда не идет. Все остается на уровне мыслей, желаний, настроений. А он был настоящим подвижником. И вот этот молодой человек в скорости был пострижен в монашество, потом стал диаконом и совершал ежедневно божественную литургию. Все, конечно, видели, что он необычный. Но это действительно так и было. Однажды, когда он совершал, вернее сказать, сослужил, потому что диакон только сослужит священнику, сослужил литургию, он увидел, как с западной двери в храм вошел Господь и на воздусьях направился в сторону алтаря. Это настолько потрясло видение его, потому что только он это видел. Он вошел в Спаситель в икону Спасителя, то есть в свою икону. И на этом видение закончилось. Он остолбенел в буквальном смысле этого слова, он не мог двинуться. И поэтому, видя братья его, что с ним что-то произошло, они его взяли и отвели внутрь алтаря, потому что он стоял перед иконостасом в этот момент. И он, как говорит нам в житии, часа два простоял в этом состоянии, не шелохнувшись. Настолько он глубоко переживал это видение нашего Господа. И в скорости по благословению своего духовника он уходит в отшельничество с монастыря. Он строит себе келью в пяти верстах от монастыря. И там занимается заготовкой дров для братья, для монастыря. Но, конечно, главное – это уединение, ради которого он уходит в эту келью отдельно стоящую. И там, собственно, начинается его особый подвиг. Очень многое произошло в те годы, когда он пребывал там. Конечно, в первую очередь это бесы, которые всегда человеку мешают, когда он хочет сделать доброе дело. Но он не сходил с этого пути. А мы часто говорим такой пословицей, «Знаете, что не твори добра, чтобы не сделали тебе зла». Мы сделаем какое-нибудь добро, нам сделали в ответ зло, и все, весь энтузиазм нашей добродетельности на этом заканчивается. А это на самом деле испытание, насколько ты действительно хочешь делать добро. или ты просто себя развлекаешь для своего тщеславия. Поэтому всегда в ответ на ваше добро ждите зло. Это нормально, это естественно. Почему? Потому что дух злобы, он, конечно же, завидует человеку, который может делать добро. Он сразу же все делает для того, чтобы помешать. А мы все сразу же с пути сходим. С креста, как известно, не сходят, с него только снимают. Поэтому, если мы решились идти путем христианским, то, как сегодня апостол Павел в своем послании сказал, «А иже Христовы суть», то есть те, кто Христа, те распяли свои плоть со страстьми и похотьми. То есть, если вы хотите называться христовыми, то, конечно же, всегда нужно быть готовым на какие-то скорби, страдания. Преподобный Серафим сражался. Вот я сейчас одну очень важную вещь скажу. Особенно сейчас она понятна в контексте происходящей войны. Более-менее все освоили сейчас такую военную лексику и более-менее разбирается, что происходит на фронте. Так вот, есть линии обороны, такая эшелонированная иногда. Вот есть атака, то есть нападение, есть контратака. Так вот, бесы – это существа, у которых очень хорошая такая, знаете, выстроена эшелонированная защита. И многие, кто сталкиваются со злом, они сталкиваются с страшной силой и как бы начинают помаленьку, как я уже сказал, сходить. То есть они не пытаются бороться со злом, стараются лучше его не дразнить. А есть среди подвижников, почему называется подвижники? Это те, которые двигаются вперед. То есть они постоянно атакуют зло. И вот когда они атакуют зло, то они добиваются определенных успехов, они разрушают эту эшелонированную защиту. Но вот что происходит? Вот это очень важно. Почему подвижники благочестия влияют на ход мировой истории? Потому что когда появляется такой подвижник, как преподобный Серафим Саровский, то там, где Серафим Саровский прорывает тем благодатным светом, тем подвигом, который он совершает, прорывает эту защиту, то бесы собираются в этом месте, можно сказать, все для того, чтобы противодействовать, чтобы он окончательно не разрушил вот эту бесовскую твердыню. И таким образом он как бы отвлекает все силы зла на себя. И когда есть такие подвижники благочестия, людям в этом мире жить легче, потому что они отвлечены на этого подвижника, достаточно вспомнить, в каком количестве нам жития описывают, в каком количестве являются бесы подвижнику. Это какая-то тьма тем. И они ничего не могут сделать этому подвижнику, потому что тьма не может объять свет. Она не может угасить свет, потому что свет всегда сильнее тьмы. А если подвижников нет, то тогда нет той светоносной силы, на которую отвлекаются бесы. И тогда они начинают буквально ездить, как на вьючных животных, на людях. Помните, однажды к Тихону Задонскому подошли купцы и так, знаете, в шутку рассуждают. Говорит, разве возможно такое, чтобы человек сел на беса и слетал в Иерусалим, как Иоанн Новгородский? Именно так было, так описывает житие. И Тихон Задонский говорит, раньше, говорит, люди на бесах летали и ездили, а сейчас, говорит, бесы на людях. И вот когда подвижников нет, то они превращают бесы, то есть людей, вот в таких, знаете, ослов, на которых они катаются и делают, что хотят. Почему, говорят, бес отдыхает? Когда он отдыхает? А когда человек делает его работу, вот тогда он и отдыхает. И вот Серафим Саровский, он совершал очень важное дело в истории человечества. Он отвлекал на себя эту нечисть. И поэтому больше людей было, которые действительно задумывались над истиной, потому что бесы не так обрабатывали человека. Он настолько был светоносным. Имя даже его было ангельское. Серафим. Как архангел Серафим. И вот этот Серафим был исполнен внутреннего огня и внутреннего света. К нему просто сходились животные. Медведи, волки, лисицы. Кого только, вот все, вся живность, какая была в лесу, вся тянулась к нему на свет, который переполнял его подвижническую душу. И все хотели просто к нему прикоснуться. Ему не нужно было их дрессировать, как это делают обычно, приручают живот. Ему приручать не нужно было, потому что в нем животные чувствовали благодать Божию, силу Божию, ту любовь и доброту, то милующее сердце, которое должно быть ко всякой твари по учению святых отцов. У него было это милующее сердце. Он с руки кормил медведей, диких этих страшных животных и волков. И, конечно же, люди не могли этого замечать. Они сходились к нему отовсюду. Так много было его почитателей. Все хотели прикоснуться к нему. Все хотели попросить его молитв. Но были моменты, во-первых, нужно отметить, что в начале он был в затворе. После затвора он совершал свой подвиг молчальничества. Он ни с кем не говорил. Он даже, если встречался с кем-то на пути, то, чтобы ни с кем не разговаривать, он падал на колени с преподобной Серафим. И к нему, когда обращались, он никогда не отвечал. Три года он совершал молчальничество. Три года. Пусть из нас хоть кто-нибудь день помолчит. Его разорвет как пузырь просто. Нам обязательно нужно поделиться. Всем и вся, рассказать что-то. А он молчал. Три года молчал. Представляете, какая энергия концентрировалась духовной внутри этого человека. Потому что, если бы там была злая энергия, его тоже разорвало бы. именно свет накапливался. Он никуда его не тратил. На пустое. Он только совершал молитву. И вот молитва, она настолько была сильной, как я уже сказал, что, что называется, все бесы слетались для того, чтобы противостоять ему. И не имели никакого успеха. И вот он потом, когда уже вышел из молчальничества, затвора своего, то очень ласково встречал всех людей. Он говорил, радости моя, Христос воскресе. Он так всех встречал. И мог целовать руки каким-нибудь простым крестьянам. то есть он настолько был любвеобильный. Вот откуда внутри преподобного Серафима было вот это обращение? Прежде всего, оно было от того, что он видел в каждом человеке образ Божий. Образ Божий. Что мы видим в другом человеке? Мы часто видим в человеке противника, конкурента. Мы иногда даже не говорим, тот человек озверел, начальник там, например, или что-то еще. А он в каждом человеке видел образ Божий и говорил, радость моя, Христос воскресе. Так вот, его переполняла божественная благодать, божественная сила. И не ко всем он был так любвеобилен. И нам вспоминается один замечательный случай из его жизни. Однажды к нему пришел солдат. И Серафим Саровский сразу же ему сказал, уходи, откуда пришел. И причем гневно так сказал. И был очевидец происходящего. Он никогда не видел, и вообще никто никогда не видел преподобного Серафима в таких расстроенных чувствах. Это был настоящий гнев. И вот этот человек, который был очевидцем, потому что он просил благословения, подходил, благослови меня очень. Он говорит, уходи, откуда ты пришел. И он отгонял его, трижды просил, и потом он вынужден был уйти без благословения. И когда его спросил этот очевидец, почему он так происходит, почему так происходит, произошло, и он говорит, этот солдат на самом деле был декабристом. То есть он готовил революцию. И было сказано, что он и подобные ему зальют кровью всю Россию. И мы видим, что преподобный Серафим, когда видел таких людей, то он соответственно этим людям говорил, чтобы они ушли, потому что благословения им нет. И вот, братья и сестры, множество было таких случаев, когда приходили к нему разные люди, и вот в частности нам вспоминается самый яркий случай, это случай с Матавиловым. Матавилов это человек, которого Серафим Саровский исцелил. Причем это исцеление, оно было настолько удивительным, полностью в духе преподобного Серафима Саровского, очень нежным, ласковым, и он даже не мог поверить, что он может встать сам на свои ноги. Но он говорит, вы уже стоите на ногах ваше боголюбие. И он не мог поверить, ну говорит, пробуйте. И он действительно стал ходить. До этого он какое-то количество лет не мог вообще сам двигаться. Его привезли на коляске. Так вот, преподобный Серафим, что мы видим из этого важного чуда? Мы видим то, что он знал, что такое человеческое тело. Он знал, что такое человеческая душа. Вот мы знаем ли, что такое наше тело и что такое наша душа? В каком-то смысле знаем, но и не совсем. Я попытаюсь объяснить. Вот смотрите, подвижник это человек, который свое тело обуздывает, в своей жизни. А что такое обуздать свое тело? Обуздать свое тело, это значит его приручить, сделать его подчиненным. Потому что обычно, как бывает, наше тело управляет нами, управляет нашими желаниями, оно склоняет нас к разным нежелательным поступкам. преподобный Серафим, он знал не только свое тело, потому что он полностью его обуздал, но он знал и тело другого человека. И он говорит вот эти важные слова, «Ваше боголюбие, вы уже можете идти». А собственник тела Мотовилов, он говорит, «Да нет, я не могу идти». «Нет, вы можете идти, ваше боголюбие». И он говорит, «Вот смотрите, вас уже отпустили, вас уже не держат под руки, давайте, идите». И он не может поверить, что его тело может идти. мы часто растворяемся в своем теле. Если это какая-то страсть, то она настолько растворяет нас, что нам кажется, что и душа наша этого желает. То есть настолько тело часто навязывает свою страсть, свою игру нашей душе. А бывает наоборот. Когда тело наше очень болит, то мы страдаем очень сильно душой и говорим, что наша душа болит от страдания тела. А вот подвижник это тот человек, который смог отделить боль тела от состояния своей души. То есть когда страдает его тело, душа его при этом не обеспокоена этим страданием. Он как бы абстрагируется от своего собственного тела. И вот это происходит все в пустыньке, как он говорит. То есть тот лес, в котором он жил, он был тоже необычным. Вернее сказать, преподобный Серафим сделал его необычным. Вот смотрите, он постоянно в вещмешке за спиной носил Евангелие. Евангелие такое большое было, тяжелое, на церковно-славянском языке, тогда еще не было таких текстов маленьких, это были большие такие книги. В понедельник он прочитывал Евангелие от Матфея, во вторник Марка, в среду Луки и Анна в четверг. Он прочитывал эти Евангелия, и он жил вот в этом пространстве, духовном евангельском пространстве. И поэтому все вокруг места он назвал евангельскими топонимами. Он говорил, вот эта речка, это Иордан, вот это Галилея, вот это Иерусалим, это Вифлеем, это Назарет. То есть он настолько был погружен в евангельскую тему, как он говорил, ум человека должен плавать, как рыба в воде в Евангелии. Когда мы понимаем Евангелие, то тогда мы понимаем, что хочет от нас Бог. Мы понимаем Его слова. Мы понимаем, что Бог говорит с нами. И вот были разные моменты. Мне вспоминается еще два таких важных случая из его жизни. Однажды он сидел с каким-то человеком и как рассказывает этот очевидец, все помещение в этот момент, а старец Серафим молился, все погрузилось во мрак, как он говорит, в тьму. И просто какой-то ужас накатывал на душу. И когда этот ужас ушел, он спросил преподобного, а что это такое было? И он сказал, что он молился за душу какого-то умершего человека. И вот бесовская тьма, они не хотели отдавать эту душу. И вот ему пришлось вступить буквально в схватку с этой нечистой силой. Мы даже не подозреваем, какая ведется война за нашу душу. Как Иоанн Златоуст говорил, что даже самая страшная физическая война, а мы уже знаем, имеем представление, что такое физическая война. Самая страшная физическая война в сравнении с той войной, которая ведется за душу человека, это детская забава. И вот самую главную войну мы должны выиграть прежде всего на духовном фронте. Самое главное, мы не должны расчеловечиться, остаться человеками, потому что это высокое звание быть человеком, и сосуд своей человечности наполнить благодатью Святого Духа. И поэтому, когда однажды они с Матавиловым разговаривали о цели христианской жизни, оказались они в лесу, шел снег, и он задает вопрос Матавилова, в чем цель христианской жизни? И он отвечает, в стяжании благодати Святого Духа. Конечно, слова сказаны, но как их понимать? И вот в этот момент Серафима Саровского исполнил такой внутренний свет, вернее сказать, он всегда был в этом свете божественном, но он начал как бы просвечивать с него этот свет, он засиял как солнце, как спаситель на горе Фавор преобразился. И вот в той же манере Серафима Саровского, он говорит, видите, ваше боголюбие, вот благодать Святого Духа, но говорит, я на вас не могу смотреть, отвечает он Серафиму Саровскому, потому что у меня глаза болят от боли, и что вы чувствуете, спрашивает он его. Он говорит, и свет, и теплоту, и благоухание, но при этом говорит, вы чувствуете теплоту, но посмотрите, мы находимся в заснеженном лесу, и снег не тает, снег идет, но от этой жары, почему, потому что он даже сравнил, говорит, как будто ты зашел в баню, и говорит, в баню, как будто на камне брызнули воду, но это и что-то другое совершенно. И сейчас мы вспоминаем, братья и сестры, из жития Серафима Саровского очень важный момент. Вы помните, что в его келье никогда не было печки, он никогда не топил печку. Почему? Потому что благодать Святого Духа так согревала его, что он ходил всегда только в холщевом балахоне. Он ни во что не одевался, кроме вот этого подрясничка белого цвета, в котором он часто изображается. И горела только лампадочка перед иконой умиления, и он всегда показывал на эту икону и говорил людям, это радость всех радостей. Сейчас задумайтесь, задумайтесь вот в эти слова радость всех радостей, всех. Это настоящая радость, потому что если бы не она, то не было бы у нас Христа, не было бы радости. Но есть такие христиане, которые отрицают Богородицу, а без нее не было бы Сына Божия, ставшего Сыном Человечественным. Он так ее любил. И он настолько был озарен внутренним светом, что он не нуждался ни в свете, ни в обогреве. Он даже в пище не нуждался. Он ел какие-то просто крохи. Помните, последние годы своей жизнью он питался травой с ниткой. Вот такая трава. Кто может травой напитать себя? Пусть попробует. Какая бы она ни была. Все. То есть, что мы видим, читая жития Серафима Саровского, мы видим, что святые это другие люди. Это люди, о которых мы только читаем в житии, но мы совершенно чужды своим духовным опытом, их подвигу, их жизни. Следовательно, они о Христе больше всего знают и больше всех. потому что они жизнью своей следуют за Христом, а мы только на словах. И в этом разница. И вот если ты почувствуешь вот эту радость, как почувствовал Серафим Саровский, то ты всем будешь говорить «радость моя». А у нас наоборот, сколько печали бывает, если какой-то не тот человек, сколько у нас скорби бывает, сколько у нас желчи бывает, обиды и так далее, и так далее. Поэтому нужно помолиться Серафиму Саровскому. Он приходил на Клирос и говорит, ну, были там печальные всякие, говорит, а я, говорит, очень веселый человек, и я, говорит, всех веселил. То есть вот этот подвижник, этот настоящий воин духа, он веселил. И он говорил, он создал и женский монастырь, но он непростой женский монастырь создал. Он отделил девственниц от женщин в монастыре. Он считал, что девственницы это совершенно другие люди. И вот такая замечательная вещь. Он говорил, ну, вам для утешения всегда носите сухарики у себя в кармашке. знаете, вот молодой растущий организм, вот, и он утешение, он, понимаете, кто был в Дивеево, тот знает, что там всегда можно взять сухарики, вот привозят с Дивеева сухарики. Вот это сухарики утешения, это сухарики любви, это сухарики внимания к человеческой немощи. Но что такое человеческая немощь, в заключение скажу. Вот с одной стороны, мы знаем, немощь, в немощи человеческой сила Божия совершается. Когда немощен, говорит апостол Павел, я, тогда я силен. Почему? Потому что только через немощь свою, через свои болезни, через свои слабости я узнаю силу Христа. Но немощь может стать уязвимостью. А что такое уязвимость? Это то, что уязвлено, то, что, знаете, то место, через которое мы можем потерпеть поражение, как Ахиллес, Ахиллесова пята. Но отчего бывает немощь силой, а отчего немощь бывает уязвимостью? Уязвимость от того, что человек не работает над своими немощами. и постоянно всем говорит, принимайте меня таким, каким я есть. Не хочу я меняться. Вот какой есть, яки вроды все, таки вроды все, все, хватит, точка. Нет. Ты родился обычным человеком, но ты должен трудиться над собой. Почему? Потому что Господь в тебя так много заложил, чтобы вот то, что он в тебе заложил, оно раскрылось в твоей жизни. Это как зерно. Сколько в зерне может быть? Может быть и дерево целое с плодами. Вот наше дерево жизни должно раскрыться. И поэтому мы вначале очень слабые. Но если будем следовать за Христом, если мы будем прежде всего проявлять терпение, вот на чем нужно сделать акцент в конце моего слова? Это прежде всего терпение, братья и сестры. Кто не проявляет терпения к немощам другого человека, кто не терпит свои какие-то болячки, свои какие-то скорби, он еще не стал на путь духовной жизни, на путь исправления. Только если ты проявляешь терпение, это значит, что Бог с тебя сделает человека. Почему? Потому что, как сказано в Писании, терпя, потерпех Господа и внятми. То есть, если мы будем терпеть, это значит, что мы терпим в конечном счете самого Бога. Потому что за всем абсолютно, что в нашей жизни происходит, даже самое зло, беззаконие, за всем стоит Бог. Потому что, как я сказал вначале, волос с человеческой головы не падает без его ведома. А тем более болезнь и какая-то скорбь великая. Все по его воле. Бог нам это попускает. Почему? Потому что скорби для тела это лекарство для души. Болезнь телесная это лекарство для души. Поэтому терпение, братья и сестры, терпение и труд все перетрут. Желаю всем вам доброго настроения в терпении. Жалейте друг друга, любите, не гневайтесь, прощайте, покрывайте немощи другого человека. И Господь простит всех нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. насмедляйте бюджет.